Блестящее великолепие центра здесь соседствует с промышленной зоной Европа с глухой деревушкой Одесса всегда удивляла своей непредсказуемостью Молдаванка и Пересы покажутся фешенебельными кварталами, если сравнивать их с этим местом Добрый день Добрый день Здравствуйте Семья Гречко – потомственные мельничане На этой земле жили их предки, а теперь и они сами Александр Гречко – глава семейства и основной кормилец Уже привык жить вдалеке от цивилизации Кажется, что его дом находится в какой-то параллельной эпохе Папа будет рубить дрова Ну или просто в селе Но выйдя из дома, через каких-нибудь 20 минут Можно оказаться в самом сердце шумного мегаполиса Так, какие здесь дороги? Нету здесь дорог никаких Проехать невозможно Ждем маршрутки по полчаса У семьи Гречко и шестилетняя помощница Уже в следующем году свет останет совсем большой Ее ждет настоящая школьная линейка Большой рюкзак и первые пятерки Вся эта романтика в будущем Папа же больше обеспокоен покупкой новых сапог Доехать сложно, опять же Надо одевать сапоги по колено Чтобы дойти хотя бы до поворота Добраться на дальние мельницы из центра действительно непросто Как оказалось, сюда уже давно не ходит ни трамвай, ни троллейбус Проблема транспортной развязки уже давно беспокоит местных жителей Например, о том, что здесь когда-то ходил трамвай Напоминает только остатки рельс Современное поколение одесситов сейчас практически не знает о существовании этого района В лучшем случае слышали только название Но когда-то мельницы были одним из экономически важных районов Одессы Стратегическое место Отсюда примерно равное расстояние до всех главных рынков Мельницы компактно расположились среди широкого поля к западу от центра города Небольшой поселок для мельников и их семей с опрятными домиками Вот то самое место, от которого и пошло название этого района Именно здесь, на месте этого склада, располагалась самая большая мельница в Одессе А немного дальше были конюшни Ну такие тяжеловозы, я вам скажу, здоровые немецкие лошади Такие массивные, которые пушки таскали во время войны Городок получил название Большие мельницы К тому времени на юго-запад от Молдаванки появились и ближние мельницы До которых было всего 10 минут пешком Ветряки работали круглосуточно, принося в дома их владельцев достаток и комфорт Но немного позже работы ветряков заменили паровые механизмы Прокладывают железную дорогу Это событие навсегда перечеркнуло тихую жизнь больших мельниц По соседству строятся заводы и фабрики А рядом селятся батраки и беглецы Типичный контингент для набора промышленных рабочих в те времена Стояла большая-большая мельница И там агрегаты стояли большие И аж стены содрогались, когда они перерабатывали это зерно К концу 19 века большие мельницы превратились в классическое рабочее предместе Грязное и бедное В воздухе витал запах гари и медовухи А название сменилось на дальние мельницы Как бы подчеркивая скорее культурное, чем географическое отдаление поселка От центра южной столицы Свою юность Стас провел на дальних мельницах Его отец был одним из рабочих промышленников на уже новой советской мельнице Работал он вот на этом заводе Сегодня он выглядит так Но когда-то здесь слышался гул станков и голоса сотен рабочих Когда-то это был мощный огромный завод А сейчас одни развалины Я приехал сюда 30 лет прошло Больно смотреть Больно смотреть Казалось бы, еще не так давно маленький Стасик приходил к отцу на работу Он бегал среди огромных токарных станков Приставал с расспросами к взрослым Играл со стружкой и бракованными деталями Вот здесь он, собственно, и работал Там был шкафчик его А здесь стоял огромный такой токарный станок Я еще стружку собирал, как бы, маленький Но все это осталось только в памяти В 90-е завод ушел в прошлое вместе с великой страной Светочка, идем с бабушкой курей кормить Давай ручку бабушке Давай, пойдем наших маленьких курочек покормим Типа, 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 мои типоньки, мои хорошие, мои девочки Мои хорошие девочки Идите, бабушка, вам со Свету ее источки несет Типа, 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 оси, 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 оси Вотеньки, 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 ципоньки, ципоньки, ципоньки Там старичка вышла Хорошо Быть семьей Гречко мало чем отличается от деревенского Своя живность, куры, кролики, гуси, свой небольшой огород Натуральное хозяйство в нашей стране вновь в моде Тетя Рая больше полувека отдала строительству железной дороги Сейчас на пенсии Но, как и многие старики, вынуждена подрабатывать Проработала 50 лет на стройке Одет 50 лет в канатном заводе А пенсии? Никакие на лекарства одном у деда только Ну вот, хотим построить сарайчик Чтоб курей можно было больше завести Чтоб яичко было Хоча бы не покупать Так курицу зарежут, буренок внухом Та деду больном О том, что тетя Рая живет все же в городе, а не в селе Ей регулярно напоминает ЖЭК То квитанцию пришлют, то штрафуют за то, что старушка установила забор на своем участке без разрешения Вот начинаем скоро забор валять этот Видишь, какой плохой забор Будем ремонтировать Нас за этот забор штрафовали три раза У пенсию, потом высчитали из пенсии еще Уплатили штраф И еще вызывали в архитектуру города Тетя Рая помнит, как выглядели мельницы полвека назад Словно в руках фотография Был пустырь Здесь проходила железная дорога И там даже когда-то поезда были, паровозы заправлялись водой Там яма есть большая такая, где вода сохранила Потом организацию железнодорожную построили здесь бараки Там мостопоезд, электропоезд Вот этот дом, электропоезд И нам его дал, электропоезд, бесплатно По иронии судьбы, с тех пор на мельницах практически ничего не изменилось Здесь нет новых высотных домов Практически нет магазинов Этот район целиком и полностью расположен в тупике Рядом со станцией Одесса-Товарная А с двух сторон мельницы окружены мостами Ивановский мост Здесь круглые сутки кипит жизнь Но если посмотреть немного правее То можно увидеть тихий и на первый взгляд заброшенный район города Это и есть дальние мельницы А мост выступает в качестве границы Родина, даже если ее нельзя назвать красавицей Все равно любима теми, кого она родила За те небольшие детали, которых нет больше нигде Особенность многих домов на дальних мельницах Это окна Они расположены очень низко на земле Примерно 50 сантиметров Такое расположение позволяет зимой в комнатах сохранить тепло А летом наоборот – прохладу Тщетно искать дореволюционное изображение мельниц И хоть в те времена рисовали и фотографировали все Увековечить этот отдаленный и забытый уголок Одессы Не пришло никому в голову Впрочем, горевать нет причин Поскольку за годы советской власти Перемены практически не коснулись этого места Архитектурный типаж остался таким же Квартиры во дворе располагаются слева и справа от ворот На каждом из домов еще остались дымоходные трубы До недавних пор здесь пользовались только печным отоплением И лишь три года назад сюда провели газ В частности, в дом Алексея Александровича Говорят, его дом уникальный Вот, смотри, вот наша улица Улица Борисова Дом был построен первый на этой улице И прапрадед был Борисовым Поэтому в честь его назвали улица Борисова От деда Алексей Александрович получил в наследство уникальную карту Точнее, план строительства дальних мельниц Вот карта Издана в Санкт-Петербурге В 1888 году Дальние мельницы еще входят В последнее Портофранко Если загрузить эту карту В современное GPS-устройство Может показаться, что заехать на мельнице Не составит труда В реальности Без нарушения правил движения Сделать это немного сложнее И получается, что Мало того, что сюда еще и ГАИ приезжает Стоит на повороте Ловит людей Сдевается на дереве А как нам заезжать сюда? Из-за того, что мне заехать по правилам Мне надо ехать и на вторую заставу Вот такие пиры Светочка, куда ты пошла в такую грязь? Посмотри Жители мельниц, как и в любом селе, хорошо знают друг друга Слухи разносятся быстро Да и отношения между людьми намного честнее и проще Всегда можно попросить помощи у соседа, если они в хороших отношениях Здесь по-прежнему в почете вежливые и трудолюбивые люди С удовольствием идущие на контакт Эта особенность сделала наше путешествие по мельницам Очень легким и незабываемым Будем с вами прощаться Да Я рад был с вами пообщаться Было очень приятно Большое вам спасибо Счастья вам, здоровья вам Всего доброго Счастья вам, здоровья Счастья вам, здоровья